С плакатами в руках и с бесконечной памятью в сердце. На фотографиях лица дедов, отцов, мужей, братьев, всех тех, кто в 1986 году, рискуя собственной жизнью, отправился в Чернобыль предотвращать крупнейшую катастрофу в истории атомной энергетики. 26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В Ульяновске 32-ю годовщину трагедии отметили не только традиционным митингом реквием и возложением цветов. Впервые в честь памятной даты от областного центра профпатологии до памятника колокол Чернобыля прошелся бессмертный полк. Мой муж покойный, я вдова, жена его, чернобыльцы, он у меня чернобыльцы. Ну а как же, они же наши, ну как же, мы не можем этого отказать. У каждого, кто пришел почтить память героев, а это свыше 200 человек, своя история. Среди людей есть даже те, чьи судьбы чернобыльская трагедия соединила. Мы поженились уже после того, как он побывал в Чернобыле, и его брали туда из Пензы, он там жил. А мы встретились после смерти его жены, а я уже была вдовой много, 20 лет. Мы встретились в санатории, и потом просто не смогли расстаться. Среди участников демонстрации есть и живые герои. Юрий Сегаев принимал участие в ликвидации катастрофы, будучи 28-летним военнослужащим. Как страшно. Да это вот сейчас просто уже говорят страшно. Страшного ничего нет. Сели и поехали. И так же вот сели, приехали, дали задачу, все поставили, что надо делать, что как чего. Вот и все. И так же вот все, как сейчас живем, так и обычно. Ничего такого нет, чтобы сверхъестественного. Сегодня в Ульяновской области проживает 1326 человек ликвидаторов экологической катастрофы. Лечение, реабилитацию и всю необходимую медицинскую помощь эта категория граждан получает в областном центре профпатологии имени Героя Российской Федерации Владимира Максимчака. И конечно, это меры весь компакт, пакет соцподдержки, которая оказывается в нашем регионе. Это дополнительные выплаты, это соответственно возможности проведения реабилитации, санаторий курортного лечения, неочередного медицинского обслуживания. Это тот большой пакет, который действительно позволяет поддержать данную категорию людей. 32 года назад в ликвидации последствий аварии принимали участие граждане из всех 15 союзных республик. В общей сложности это 600 тысяч человек. Все они получили разные дозы радиации, но смогли в короткие сроки возвести бетонный саркофаг и защитить нас от еще большей беды. Ринат Альгулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.